Да, дорогая Олеся, на самом деле у меня для тебя есть хорошая новость. Я все записывала на параллельную камеру, выложу все на YouTube и девчатам, и прекрасным юношам все ответы, конечно же, предоставлю. Поэтому ни о чем не переживай. Все под контролем. Я хочу ответить на следующие вопросы. Помоги мне то, что я не ответила. Да, вопросы еще были у Настюши, будут ли у нее дети. Хорошо, давайте посмотрим. Итак, карта. О, вы посмотрите, какая прекрасная беременная леди. Вы посмотрите, какой у нее животик. И она вся наполнена энергией Луны. Боже, вы представляете, здесь 80 карт, а ей выпала именно беременная. И она вся наполнена энергией Луны. Это фантастика. Видите, даже сейчас, что происходит с интернетом, он снова начинает меня дублировать и поясничать. Да, дети у вас совсем скоро будут, и возможно, что очень много. Хорошо, что Катерина подготовлена, и она нам там все записывает. Все записываю, конечно. Вот такая прекрасная карта. Давайте проверим. Следующий вопрос. Олеся, кто же у нас еще есть на очереди? В сообщении прислали парочку вопросов по поводу так. Вопрос был такой. У Вероники, что ее ждет в бизнесе в этом новом году, 2021? Хорошо, дорогая Вероника, проверяем, что же вас ждет в бизнесе. Ага, карта под названием «Друзья. Мечта! Мечты сбываются». Эта карта говорит о том, что вы очень четко знаете, какой хотите бизнес и чем хотите заниматься. И ваша мечта, она в этом году непременно реализуется. Но надо прилагать усилия. Причем здесь карта говорит о том, что именно интеллектуальная работа, работа связана с активностью ваших, может быть, аналитических способностей. Может, вы эксперт в какой-то области, высокопрофессиональный специалист. И это какая-то интеллектуальная, такая энергетическая работа, которая даст вам возможность в самореализации. Поэтому то, о чем вы давно мечтали, оно уже стоит на пороге. И осталось только открыться этому всем сердцем. Поэтому поздравляю, это потрясающая новость. Хорошо. Кто же у нас на очереди? Кто же у нас есть следующий? Мы сейчас попробуем задать вопрос ведущей. И я уверена, что интернет допустит меня непосредственно к Олесе. Он постоянно меня с ней разделяет и заставляет догадываться, что же она говорит. Олесечка, давай еще проверим, какие у нас есть вопросы. Да. Давай сделаем один вопрос, потому что с таким Wi-Fi мне просто не хочется терять время наше. У нас, тем более, в субботу в 10 утра будет встреча. Я приеду со своим интернетом, и мы проведем прекрасную сессию. Хорошо. Давай последний вопрос отвечу. Вопрос был от Юлии. Она, у нее такое, два вопроса она вообще задала. Она задала про своего Твин Флейма. Расскажи мне, кто такой Твин Флейм? Это кто? Твин Флейм, это так называют, как, знаешь, по-русски, я не знаю, как это говорит, но вот когда, вот, творя полностью, твой человек, твой мужчина. По-русски я не знаю, как это говорит, но вот когда, вот, творя полностью, твой человек, твой мужчина. Как вторая половинка. Как вторая половинка, да? Выпала у нас, Катерина. Все в порядке. Скажите, кто знает Твин Флейм, как по-русски? Наверное, вторая половинка, вторая половинка Твин Флейм. Да, родственная планка. А, хорошо. Ну что ж, и, соответственно, вопрос, как звучит по поводу Твин Флейм? Она готова и очень хочет отношения вот именно с таким человеком. Давай посмотрим, давай посмотрим, что ждет ее в этих отношениях. Ты знаешь, в карта называется посторонний. И мне бы очень хотелось с ней поговорить, поскольку здесь есть какая-то первопричина, о которой нам с тобой неизвестно. Но карта говорит о том, что некий посторонний. А сейчас задай мне еще вопрос. Как звучал точно ее вопрос? Еще разочек. Пропадает моя любимая и прекрасная Олесечка. Но я сейчас ее еще раз хочу переспросить, потому что иногда бывает несколько возможных вариантов развития события. И очень важно, конечно, слушать самого клиента. Да, Олеся? Еще раз мне задашь вопрос про Твин Флейм? Когда она встретит свою вторую половинку? Да, да, да. Если вопрос звучит, когда она встретит свою вторую половинку, то она еще пока на неком распутье. То есть она еще выбирает, присматривается. У нее как будто бы карта говорит, нет острой нужды, а применять себя прямо сейчас с отношениями. Ей очень важно что-то изучить, посмотреть, выбрать, что-то познать, пройти какие-то уроки. То есть в ее запросе нет острой необходимости во второй половинке. То есть в ее запросе нет... И она немножечко здесь является как бы заложницей своей логики, своего ума. Поэтому я бы хотела ей более развернуто дать ответ, но согласно ее вопросам. Поэтому было бы здорово в следующий раз ее пригласить и раскрыть вопрос, который она задавала. Потому что карта, она неоднозначная. И она требует, возможно, еще вытянуть две карты, но при наличии непосредственно самой леди. Давайте я ей достану еще одну карту в качестве бонуса. И ей выпал туз воды. Туз воды говорит о том, что ей очень хорошо плавать, кстати. Если вы не умеете, буду счастлива научить. Как раз в Экотелоретрите у меня есть курс по плаванию. И также плавание – это наблюдать за той информацией, которая происходит во время медитации, быть собой, наполняться какими-то практиками. Это может быть йога, которые для вас являются энергетическими. Вот такие карты, вот такие ответы, вот такие подсказки судьбы. Я всех вас люблю, обнимаю, дорогие и любимые. И надеюсь, что была для вас полезна. Видите, как наш прекрасный интернет. Какой же он смешной. Он все время разговаривает с нами. Хорошо, хорошо, что у нас все это записано, что Катерина записала. Поэтому, Жанна, я тебе скину, Олюшка, тебе скину. Обязательно, обязательно, друзья. Уже теперь увидимся на Ютьюбе. И кому еще на листочке скину. Да. Увидимся на Ютьюбе. Экологичное тело. Буквально через пять минут уже все будет на канале. Спасибо, мои любимые, за то, что вы со мной, за Олеся, за то, что ты в любом случае открыла этот портал и поделилась любовью со своими учениками. Спасибо тебе за это, за то, что ты есть в моей жизни. Благодарю тебя. Спасибо, тут уже нам пишут. Спасибо, Катерина. Спасибо. Сочи прерываетесь, окей. То есть все видео есть, да? Однозначно. Да, все будет хорошо. И сказала еще по поводу субботы, что в 10 часов мы с тобой в субботу встречаемся. С хорошим карденом. Однозначно. Ура! Хорошо. Все. Спасибо.